Дмитрий Муратов продал на аукционе медаль Нобелевского лауреата за сто три с половиной миллиона долларов. Понятно, что кусок даже Нобелевского золота так много не стоит, и явно раздутая сумма не столько впечатляет, сколько настораживает. Декларируется, что средства пойдут на гуманитарные нужды, и это хорошо, но вечно сомневающийся разум царапает мысль, что политические схематозники умело разыграли карту «хорошего русского», убедительно попросив неназванного покупателя, Фридмана, Авена, Абрамовича или кого-то еще проспонсировать благое дело, и детишкам украинским помочь, и пьедестал для хороших русских укрепить. А то их стали отовсюду гнать с саными тряпками. Приехала Овсянникова в Киев, на нее поморщились. Приперся Ванька Жданов, соратник великого гульфика-страстотерпца, его едва ли не облаяли. А украинское гражданство перерожденца Невзорова так и вовсе затормозилось. Надо бы подмазать, чтобы хорошая русская телега поехала, и флаг автозака победоносно взмыл. Над мятежной головой. И никого не смущает шизофреничность самой попытки изображать миролюбие, покуда Россия продолжает яростно бомбить Украину. В интервью NBC путло-чревовещатель Песков признается, да, это будет длительный кризис, мы больше не будем никогда доверять Западу. То есть 323 погибших ребенка для Рашиста Пескова – это кризис. Взять бы, оттяпать ему ногу бензопилой нечаянно, да и сказать, похоже, ваш организм испытывает кризисную ситуацию, и это надолго. «Беда в том, что никто из кремлевских бонз не верит в неминуемую расплату, как окружение Гитлера не верило, или близкие соратники Муссолини. Скажи Риббентропу, что его повесят по приговору трибунала. Он рассмеялся бы тебе в лицо и поставил к стенке. В Путлопещере фашистский карнавал. Тысячи чертей. И все они жрут, пьют и наслаждаются смертью, когда целая страна выгорает и рушится от их истошной жажды крови. Тридцать четыре тысячи орков прокрутились в этой мясорубке, а проклятая НАТО еще и на Махач не пришла. Что ж за говнище-то творится на победных фронтах? Где внятные победы? Где Зеленский, привязанный к жертвенному столбу? Царь нервничает настолько, что козявки из носа выковыривает, приближаясь к высшей стадии бешенства. Но НАТО все не идет на сближение, хотя и констатирует опасность столкновения с одичалами. Главнокомандующий британской армией Патрик Сандерс заявил, что видит своей задачей создание армии, способной сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Нарастающее напряжение на литовском направлении лишь подтверждает тезис о том, что Кремль очень хочет нарваться на окончательную разборку. Пацаны буквально прут на пролом, не стесняясь в воинственной риторике. Красная кнопка прожигает им лапу. Благо, поводов для этого будет очень много. ВСУ готовы отбить Херсон? Нажми! Литва заблокировала транзит санкционных товаров? Лупи! Есть опасность нанесения удара по Керченскому мосту? Мочи! Параллельное многополярье разрывает мозг фраер-фюрера на части. Призрак СССР поглощает его полностью, затягивая в парк юрско-андроповского периода. С той лишь разницей, что тогда война была холодной, и старцы не грезили ядерным апокалипсисом. Но ведь кто-то же должен ответить за исчезновение Советской Атлантиды с розовощокими пионерами и наивкуснейшим пломбиром. Жаль Рейгана Стэтчер не выкопать и не отхлестать арматурой, а очень хочется. Остается восстанавливать справедливость, возвращая границы взад. В конце концов, из чего состоит этот мир? Уж точно не из ваших сраных представлений о толерантности, а из элементов, приснившихся Менделееву. Так что русский мир повсюду, и врагам его не уничтожить. А будут упираться. Не только отключим газ, но и подключим прожарку в 5000 градусов, чтоб всей планете захорошела. Вы все козявки безвольные. На вселенском пальце бункер Кинга. Вслед за британским генералом, командующий ВВС Германии Инга Герхардс призывает быть готовыми к нанесению ответного ядерного удара по России. НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент, заявил командующий Люфтваффе. Ядерное оружие может применить Россия в войне с Украиной. Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо. Столь прозрачное предупреждение могло бы остудить горячие головы авантюристов, заигравшихся в геополитику, но безумие в бункере зашло столь далеко, что подобные разговоры только подстегивают и раззадоривают сумасшедших. Их терзает лишь один вопрос. Ну когда же НАТО наконец явится в подворотню для финальной разборки? Или же наделает в штаны, испугавшись зверской решимости Совкопитека, применить ядерную дубину судного дня? Даже предупреждение Бориса Джонсона о том, что удар будет всесокрушающим для пещеры, не заставляет психопатов отойти от вожделенной кнопки, к которой они уже прикипели всей своей суицидальной сущностью. И когда это произойдет, и случится ответный удар, и пройдет тотальная зачистка фашнявой территории силами антипутинской коалиции, ужас от масштаба произошедшего охватит каждого глубинария. И горы трупов будут лежать на руинах Госдумы и Кремля, и в мобильных крематориях будут сгорать трупы никому неизвестной Мариванны и какого-нибудь спикера Володина, и на столбах будут устрашающе раскачиваться вчерашние хозяева московских гостиных. И куда только денется тысячелетний русский мир с его возвышенно-похмельной рожей, разбежится, забьется по норам, нырнет в привычный коллектор в последней истошной попытке избежать наказания. До разрешения цивилизационного конфликта остается 3, 2, 1. И, кстати, когда материал уже был подготовлен, стало известно о том, что медальку Муратова выкупил не кто-нибудь, а Рома Абрамович. И борьба за этот кусок нобелевского золота шла нешуточная между Фридманом и Мордашовым. Но Абрамович оказался чуть-чуть богаче. Так что предположения наши верны, схематозники не дремлют, работают на благо хороших русских, которых в итоге раскидает по белу свету, по воле всемогущих рабов красной кнопки. Редактор субтитров А.Семкин